Татуировка Как известно, черных красок много Все производители говорят, что моя краска самая черная, самая лучшая Может быть самая жидкая, может быть самая густая Однако, это не всегда так И в палитре татуировщика, как правило, много черных красок Для чего? Для того, чтобы где-то на сложной коже пройти, может быть, более жидкой краской Для более черных прокрасов использовать более густую краску В общем, для достижения определенных эффектов художественных и технических И не всегда просто разобраться, когда ты, допустим, впервые выходишь на сайт тату-оборудования Красочку выбрать Все краски пишут, что хорошие, а также появляются китайские краски Вы знаете, что я использую в своей работе китайские тату-машинки Но к китайским тату-краскам у меня отношение совершенно другое Это тоже будет в отдельном ролике по китайским тату-краскам Сейчас только оригинальные тату-краски в основном американского производства Это не будет длинный обзор Я просто расскажу о самых распространенных красках на сегодняшний день Может быть, не обо всех, но те, которые есть в наличии у меня Будут отдельные ролики по сравнению тату-красок Там отдельно буду брать прямо на коже человека Вбивать одной краской, другой краской Разными иголками, разными машинками и показывать Сейчас просто кратенько пройдем по баттлам с краской Какие упаковки, чего не следует делать данной краской Поехали, смотрим до конца И сегодня у нас в гостях Таленс в оригинальной упаковочке Фантазия Ленинг Блэк Муа Блэк в оригинальной упаковочке, Динамик черная в оригинальной упаковочке, Ноктюрнл Супер Блэк в оригинальной упаковочке, Еттюрнл Ленинг Блэк и Еттюрнл Рипл. Также дополнительно бонусом оттеночная краска от Куросуми. Как вы видите, все красочки у меня только в оригинальных упаковках. Я советую всегда покупать краски только в оригинальных упаковках, так как когда в магазинах их разливают, мы конечно доверяем нашим магазинам, однако мы не знаем, во-первых, что туда налили, а во-вторых, в какой чистоте это все происходило. Поэтому все время берем краски в оригинальных упаковках. Изредка, если вам нужен маленький объем, если вы доверяете магазину, то, конечно же, думаю, можно взять и не в оригинальной упаковке, однако это все на доверие магазину, на ваше усмотрение. Итак, поехали! Начнем со старой доброй Таленс. Краска жиденькая, довольно черная, дешевая сравнительно со многими другими красками. В принципе, вбивается хорошо, ложится аккуратненько, ровненько. Однако, вот сейчас скажем о минусах и то, почему многие от нее отказываются. Ну, смотрите, Таленс изначально выпускал краску не для тату дел, так скажем, не для татуировщиков, а для принтеров. То есть, грубо говоря, татуировщики стали использовать не профильную, не специальную краску. И на каких-то даже флаконах, когда производители Таленза узнали о том, что их краску используют татуировщики, стали писать на бутылках «фо, нот, тату», что означает, что нельзя ее использовать для татуировки. Однако, я так понял, что что-то с ней было сделано, что татуировщики ее до сих пор используют. Это первое. Во-вторых, она продается в авторитетных тату-салонах, тату-магазинах, таких как Тату 3000. Я также нигде не нашел, вот, допустим, на современном флаконе надписи «фо, нот, тату», поэтому я предполагаю, что это можно использовать. Также при ее использовании, ну, я лично никогда не наблюдал ни аллергии, ни отторжений, ни какого-то плохого приживания. Цвет довольно яркий и ровный. Однако, сравнительно с некоторыми выгорает побыстрее, чем, ну, допустим, там очень густые краски. Вот. Ну, это подвержены все краски выгоранию. Вот. Ну, то есть, вот такая красочка, оригинальная упаковка 490 мл. И, собственно, она стоит, ну, за 490 мл примерно столько же, сколько вот «Фантазия Ленинг Блэк» за, по-моему, 240 мл, не вижу, да, 240 мл, 8 унций. Вот. Значит, теперь переходим к «Фантазии». «Фантазия» – американская краска, мне тоже очень нравится, жиденькая. Кстати, такая же примерно, как «Таленс», вбивается, но ура, яркая. Причем «Ленинг Блэк» можно использовать и для линии, линии не подплывают. Покрас тоже такой нормальный. Ну, в принципе, мне вообще вот эта краска очень нравится. Вот. Даже не знаю, что сказать по цене, тоже она такая, в принципе, приличная. Ну, если так можно сказать, сравнительно с другими. Конечно, сейчас доллар у нас большой, так скажем, высокий, рубль низкий. Так скажем, краски все стали дороговаты, да, особенно там для регионов. Ну, однако, вот эта краска, ну, хорошо себя, вот у меня, по крайней мере, зарекомендовала. Мне она очень нравится. Вот. «Ленинг Блэк» – фантазия. «Интензо» – самоа «Блэк» – она изначально была изготовлена для полинезийских татуировок. Также ей можно там какой-нибудь «Блэк Ворк» делать. Но, но, надо помнить о том, что для линии она не годится вообще. Линии растекаются. Если сделать тоненькую надпись девушке, там, на ручке, там, лав, там, или еще что-нибудь, то все, эта девочка придет с матами на вас, и можете получить, ну, скажем так, не буду говорить плохое слово, ну, прямо, прямо получите, да. Потому что эта красочка, она покрасочная, для контуров она вообще не годится. Вбивается очень тяжело, однако, если вы можете ее убить, она будет хорошо держаться, она будет яркая, и даже если где-то какие-то допустили огрехи в просветике какие-то, просветики могут подплыть и полностью исчезнуть. Хорошая краска, но только на покрасы, на мощные тачки. Значит, Dynamic Black. Dynamic Black американская краска, оригинальная упаковочка. Краска замечательная, жиденькая. Можно делать и контура, можно и красить по яркости. Я знаю, что многие ее используют, многим она очень нравится. Но, вот, как лично моя практика, никому не навязываю это мнение. Вот, мне кажется, фантазия поярче, но это лично мое мнение. Может, под мои тачки, как-то под мою технику. Вот, ну, динамик тоже хороша. Ее можно разбавлять, делать оттеночные краски из нее. Вполне работают. Вполне по цене тоже, ну, в общем-то, более-менее. Кстати, вот Intenso самого Black, она, получается, наверное, немножечко подороже, чем остальные. Вот, хотя, точно по цене сейчас не скажу. Значит, Nocturnal Super Black. И краска, краска, как я видел на сайте одного из наших известных тату-магазинов, написано, что она по консистенции такая же, как Курасуми, жидкая, что она там хорошо вбивается, как Курасуми, или там как Таленс, там, ну, что-то такое, что она жиденькая и прямо вот в лед входит. Но, по факту, по факту, она все-таки погуще. Погуще, чем Фантазия, погуще, чем Таленс, чем Курасуми, погуще. Однако ярче, ярче многих из них. Хотя, вот, с Фантазией, ну, я бы поспорил, какая все-таки ярче. Но Nocturnal Black мне нравится. Кстати, вот иногда слишком жидкая краска тоже, вот, на некоторых тачках, на некоторых иглах. Ну, возможно, даже, может быть, на каких-то тонких. Но, лично, мне как-то не всегда жидкая нравится. Как-то она слетает иногда с иглы, излишне течет. Поэтому, когда красочка все-таки чуть-чуть погуще, чем слишком жидкая, то, наверное, это даже неплохо. Ну, это мое мнение, это, как бы, я никому не навязываю. В общем, Nocturnal Super Black, если расценивать ее как суперлегко вбиваемую, как, например, Таленс, ну, я бы не стал все-таки. То есть, все-таки она посложнее вбивается, однако, очень яркая. При заживлении хорошо ложится все-таки ярко. Вот, к сравнению с Eternal, Lining Black, кстати, тоже фирма-то Eternal. Вот, то есть, красочка-то от одного производителя. Вот, Internal Lining Black и Eternal Ripple Black. Вот эти краски, они вбиваются намного хуже. Однако, очень черные. Если вы все-таки вбили их, то они будут держаться. То есть, соответственно, Lining Black для линий. Но также можно делать и покраски, и растушевки, пожалуйста. Вот, Ripple Black. Я больше на покрасе где-то использую. Вот, густая очень краска. Кстати, вот, Самуа Black и вот эти Eternal, они засыхают. Если долго не пользуетесь, надо постоянно взбалтывать. Благо, что всегда в оригинальной упаковке есть шарик. Но лучше взбалтывается. Однако, и по краю бутылочки у горлышка остывает, краска сухая становится. То есть, постоянно надо взбалтывать. И, возможно, какие-то покупать для разбавления средств. Потому что он засыхает. Если долго не пользуетесь, и вверху колпачка засыхает. Вот, но это основные черные краски, которые я на данный момент использую. Вот, но и вот бонусом, значит, Куросуми, Куросуми, Грейвош. Бледненькая, легко вбивается. Но ровненько вбивается, скажем так. Сильно не синеет, если не злоупотреблять. Если не челать этой краски, конечно же, контура и не пытаться ей красить. То есть, она нужна где-то для оттенения, для каких-то переходиков. Мне очень нравится. По Грейвошам отдельно я буду ролик снимать. У меня есть и фантазии Грейвоши, и другие краски. Я, кстати, никогда не покупал. Пока что целый сет оттеночных красок, наборы. Я как-то формировал палитру свою постепенно. По одной красочке, как-то вводя их в эксплуатацию, так скажем. Вот поэтому пока что по сетам не будет обзоров. Но, может быть, в будущем будет. Значит, ну что Курасуми. Изначально японская краска. Почему-то я на сайте сейчас покупал. Давно, кстати, не брал вообще Курасуми ничего. Но вот и оригинальную краску, ну я имею в виду, покрасочную краску вообще давно очень не брал. Она всегда ведь изначально японская была. А тут почему-то на сайте было написано, что американская. Не знаю, кстати, информацию надо проверять. Американцы ли стали ее делать, либо это так и есть японская. Черт его знает. Но, однако, краска, в принципе, качественная. Для своих целей она подходит. Кстати, вот покрасочную краску, как и оттеночную, можно использовать для оттенков. Потому что покрасочная, она легко вбивается, но она быстро выцветает. Она довольно бледная. Вот, конечно же, если ее оценят как покрасочную, то я думаю, что не стоит, наверное, все-таки Курасуми брать. Но если на какие-то переходы, не на самые темные оттенки, то вполне она пригодна к использованию. Вот, почему нет. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Если это видео вам понравилось, то напишите мне свои замечания, может быть, пожелания. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Если все-таки что-то было не так, то прошу меня извинить. Но это лично мой опыт. Я говорю то, что думаю сам, как я работаю, никому это не навязываю. Конечно же, могут быть и другие мнения. Итак, это был Кузнецов Сергей, канал Тату35Рус. Скоро будет много-много интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok